ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 9 населенных пунктов, Генштаб. Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 19 октября успешно приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг осуществлял обстрелы. На Слобожанском. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Направлении из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Гоптовка, Гриняковка, Колодязная, Красная, Огурцово и Стрелка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях поствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайская, Харьковской области. Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречная, Терны и Торская в Донецкой области. На Бахмутском направлении из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутская, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Северная, Майорск, Нью-Йорк, Солидар и Яковлевка Донецкой области. На Авдеевском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайская, Опросная, Красногоровка, Маренко и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них Большая Новоселка, Времевка, Углидар, Золотая Нива Донецкой области и Никольская, Орехов и Красная Запорожской. На Южнобукском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции. Для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии. Столкновения. За сутки подразделения сил обороны остановили наступление захватчиков в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Бахмутская, Клещиевка, Красногоровка, Н. На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы. Существует Высокая вероятность совершения российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины. По уточненным данным, в результате ударов сил обороны за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Области, до 150 военнослужащих, ранены и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет К-52 и 16 Пла, из них 14 Шейхт-136. Иранского. Производство. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Один склад боеприпасов, станцию, РЭС и шесть других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника. Напомним, в Черном море сейчас находятся два российских судна-носителя калибров. Окупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами. Срочные и важные сообщения о войне России. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм, озвучено Яндекс Спич Кит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова